Много лет я обдумываю книгу, которая изначально кажется мне странной и для читателя даже скучной. Книгу про то, как книги пишутся. По выходе очередного романа или сборника рассказов, мне так или иначе приходится наговаривать или записывать ответы на вопросы множества журналистов. Помимо банальных, идиотских или специально женских, среди них случаются вопросы толковые и каверзные. О том, что писатели волнуют больше всего на свете, вопросы о профессии. От них не возникает желания отмахнуться. Наоборот, ты застреваешь, на них задумываешься, замедляешься, удивляешься или даже сердишься, но волей-неволей отвечаешь заинтересованно и откровенно. Так уж совпало, что предложение от издательства «Миф» написать предисловие к пособию для начинающих литераторов пришло в то время, когда я читала книгу «Хоруки-мураками. Профессия писателя». Одновременно примериваясь к мысли написать нечто подобное на собственном, конечно, рабочем опыте. Сама я не слишком верю, что человека можно научить не просто литературно излагать свои мысли, а писать талантливые книги. Тот же «Хоруки-мураками» подозрительно много места в своей книге уделяет пользе бега трусцой. Словно только побежав, молодой писатель преуспеет в деле сочинительства. В общем, как я и предполагала, мало чем смог бы разжиться у мураками сам литератор-новичок. По этому поводу вспоминаю старый биографический фильм, снятый к юбилею писателя Леонида Леонова. Родился тот на излете XIX века, умер глубоким стариком на излете века XX. Крупнейшая фигура в советской литературе. Герой соцтруда, заслуженный деятель искусств, автор множества книг, вполне читаемых. Между прочим, выдвигался на Нобелевскую премию и прозаиком был мощным, глубоким. И фильм получился интересным. В жанре интервью с мастером. Но самая фишка оказалась в последнем кадре. Интервьюер задал маститому писателю вопрос, цитирую по памяти, вполне возможно, что и не точно. Леонид Максимович, вы существуете в литературе 60 лет. Что бы вы хотели сказать молодым литераторам, кто только вступает на путь сочинительства? После чего зависла пауза. Старый, очень старый человек в кадре смотрел в камеру немигающим взглядом. А камера приблизилась к его лицу настолько, что стали видны глубокие морщины и глубокие невозмутимые глаза. И длилось это долго. Так долго, что мне показалось, может, компьютер завис. Наконец старик разлепил губы и медленно произнес «Ничего». Я даже вскрикнула от восхищения. Принято считать, что таланту научить, конечно, нельзя, но ремеслу, каким-то очевидным принципам, законам профессии, каким-то общепринятым каноном можно. Один драматург-ремесленник в годах 80-х, помню, учил меня писать пьесы. Траматургия говорила, это очень просто. Завязка, кульминатия, развязка, все. А драматических ситуаций по закону Польтина существует только 36. Это верно. Каноны, приемы, обиходный набор отмычек литературного середняка. Но в один прекрасный день является лохматый тип, синий от татуировок, с косичком марихуаны в зубах. И в его текстах все каноны и приемы летят к чертям. И все неправильно. И все ошеломительно. Недавно я пересмотрела несколько любимых фильмов Феллини, в том числе интервью. Подумала, вот примерно так надо писать свою книгу о книгах. Чтобы в ней бегали дворовые собаки, падали декорации, ковылял с палочкой на протезах мой собственный дед. Чтобы целиком выпадала наружу от толчков ташкентского землетрясения, Клинопитная стена бабкиного дома, чтобы вопиила, дралась дворовая ребятня. А посреди всей этой густой, пахучей, разновсякой жизни стоял бы сам автор. И невозмутимо отвечал прямо в камеру на вопросы о стиле, о литературных героях, о замысле и финале книг. О самой надежной вещи жизни писателя, о его величестве случаи, о судьбах, о снах, о любви и страхе, о рождении и смерти, наконец. Ведь писателю на протяжении его творческой жизни в каждой книге приходится отвечать на все эти вопросы. У каждого литератора есть в воображении собственные непокоренные вершины, куда он это знает, понимает глубоко внутри себя. Он никогда не вползет. Никогда. Хотя при этом в любой его книге непременно окажется несколько сцен, парочка диалогов, десятка два описания степи или моря, неба и гор, за которые ему нигде и ни перед кем стыдно не будет. И это нормальный творческий процесс, нормальное творческое состояние. Это вечная история, страх писателя перед тем количеством книг, которые уже написаны в нашем мире. Первая половина жизни – страх перед написанным, вторая половина жизни – усталость от написанного лично тобой. И даже взобравшись на вершину нового романа, ты не уверен, что она выше предыдущей. У тебя нет такой гарантии. У тебя нет никаких гарантий. У тебя вообще ни черта нет. Ты гол, как сокол. Как потопаешь, так и полопаешь. Тут главное – не струсить, а вовремя понять, что сюжетов в мировой литературе действительно совсем не так много. И все они многожны переписаны. Что суть драгоценной, живой воды таланта в неповторимой интонации авторского голоса. И чем более он неповторим и правдив, чем больше будоражек и тревожек, тем большему числу людей необходим. Что никто из живущих не выдаст тебе сертификата на производство книг. Что каждую следующую книгу ты начинаешь на свой страх и риск на пустом, выжженном бессонницей поле. А в наше время прилюдных и всенародных интернет-высказываний любой пролетающий мимо уха москит может прозудеть авторитетное мнение о твоей книге. Как говорил кто-то из героев Майкла Маршалла Смита. Если у тебя нет для меня интересной истории или стакана виски, на черта ты вообще приперся. В молодости ты страшно одинок, наедине со всем миром. В случае с писателем, наедине со всей мировой литературой. С ее гениями, вершинами, с ее негасимым блеском. Молодость всегда так опасна, так единственна, так умопомрачительно, бесповоротна. С годами научаешься лучше себя понимать, мириться собственным дряным характером, объясняешь себе, что такое профессия, осознаешь, что в своей одинокой работе никому ничего не должна, ни читателям, ни критикам, ни издателям. Теперь, когда у меня за плечами пятидесятилетний писательский труд, куча романов, целый океан рассказов, новелл и эссе, можно и старость встречать спокойно. Хотя и старость. Она так опасна, так единственна, так умопомрачительно, бесповоротна. Любой писатель, учи его, не учи, в сущности голый король, всю жизнь примеряющий новые-новые наряды, сотканные из его призрачных фантазий. Вот он идет на виду толпы, беззащитный, открытый, нескромным, безжалостным взглядом. Втайне он понимает, что абсолютно гол. И потому идет в своем новом платье, то бишь со своим новым романом, как в страшном сне. Как на казнь, навстречу суждению, читателей, критиков, коллег, журналистов, друзей и врагов, то часто одно и то же. До возгласа маленького глупого паршивца, а король-то гол, остается каких-нибудь сорок шагов. Но король идет. Да, он гол, на ваш прямолинейный, суетный взгляд. Но даже прозрачный воздух, которым мы дышим, наполнен самыми разными элементами и организмами. И чтобы увидеть их, нужны окуляры того таинственного микроскопа, которым вооружен лишь один на сотни тысяч людей. Исследователь, творец, король. Он идет. На плечах его сверкают и палеты. На манжеты к и воротнике золотятся брабанские кружева. Султан его королевского убора величаво колышется над головой. А венецианская парча его плаща играет на солнце пурпуром и серебром. Он обреченно тащится вдоль жаждущей скандала, сплетен, клубнички, провала толпы. Потому что надеется, нет, знает, знает, что где-то там, в тесноте, среди глазеющих обывателей, непременно найдется некий Майки. Некая девочка, которой тоже видят королевский наряд во всем его призрачном, но изысканном великолепии. Между прочим, Андерсен за эту свою сказку получил королевскую премию. Королевскую награду, хотел я сказать. Перстень с руки его величества, что в те времена равнялась какой-нибудь Нобелевской премии. Ибо заканчивалась сказка совсем не так, как привыкли мы читать в старом советском переводе. Настоящий ее финал. В единственной фразе, которая полностью меняет смысл всей великой притчи. Вот она, эта фраза. А король шел и думал, ничего я не взял у моего народа. Глава первая. Из чего сделаны писатели? Эпиграф есть. Из Мары Кахласка. Из его повести «Красивые двадцатилетние». Я еще не встречал человека, чье детство не было бы сущим адом. Вопрос журналиста. Инна Ильинична, герой любого вашего романа «Хомо мемория» – человек вспоминающий. А воспоминания, особенно о детстве, это всегда прошлое, ушедшее, а значит боль и грусть. Но и нежность, и счастье, неправда ли? Помните английскую песенку в переводе Маршака? Из чего только сделаны мальчики? Из чего только сделаны девочки? Так вот, из чего сделаны писатели? Откуда они берутся? И могли бы вы назвать свое детство счастливым? Боюсь, я не ваш жнецкий компаньон по умиленным воспоминаниям. Кого не послушаешь, у каждого было просто волшебное детство. Растущий человек, на мой взгляд, почти постоянно несчастен. Ибо мал и уязвим. И на него с огромной скоростью мчится гигантский пугающий. В детстве мы самые зависимые люди. До известной степени мы крепостные. В детстве мы принадлежим. Родителям, системе дошкольного, а потом и школьного образования. В отрочестве, как правило, мы просто отвержены. Мы гладиаторы, ежедневно выходящие на бой со всеми и каждым. С родителями, с верстниками, учителями. Какое уж там счастье. Пусть даже ребенок растет в нормальной любящей семье. В свой срок он непременно столкнется с паскудными нравами этого мира. В дворе, в детском саду, в школе. Я, к тому же, никогда не любила школу. Очень не любила. И она меня не любила. Я с измольства была девочкой-зоркой, пристально рассматривающей жизнь, ускользающей от любого сообщества и любого общественного получения. Помните, у Марка Твена? И никакая школа не помешает мне получить образование. Если рассматривать мое школьное детство с точки зрения ролевых игр, то я была классным шутом. Самая дальновидная позиция в любом сообществе, особенно в тюремном и детском. Есть надежда, что, отсмеявшись над тобой, тебя оставят в покое. Счастье, говорите. Оно тяготеет к осветительным эффектам, размывающим в кадре гримасы и мелкий мусор. А писатели, они как раз сделаны из тех самых гримас и того мелкого мусора. Вообще же, все зависит от склада личности, от восприятия жизни. Есть люди с трагическим мироощущением, вне зависимости от условий бытования. Они могут расти на вилле где-нибудь в Антибе, учиться в одной из самых дорогих школ, закончить Кембридж, жениться на герцогине Йоркской, ездить на кобыле стоимостью 800 тысяч фунтов. И 38 лет от роду застрелиться в своем кабинете за 15 минут до ужина с королевой от полной безысходности существования. И наоборот, можно расти круглым сиротой в щелястом бараке, в свиных помоях, прожить тяжелейшую жизнь, похоронить троих своих детей и при этом искренне считать, что жизнь удалась. Ведь главное, что тебя люди уважают. Между прочим, сама я росла в семье, где родители представляли оба этих типы личностей. Мать была ярким, беспремесным сангвиником с постоянно прекрасным настроением, что крайне утомительно для домашних. Все окружающие у нее были милейшие люди. Любая изиотская затея, великолепная мысль, любое самое провальное дело всегда имела свои положительные стороны. Отец же был диаспотом, мизантропом и притом холериком. Немыслимо было ему перечить в чем бы то ни было. Он вспыхивал и в такие минуты становился стражем. Ни маму, ни нас с сестрой он пальцем никогда не тронул. Но чайников о стены порасшибал немало. Это было первым, что попадалось под руку. В Ташкенте заварочный чайник всегда стоит на столе. Наши стены вечно были украшены неприличными золотистыми потеками. Весной мама деятельно и весело их закрашивала до следующего извержения вулкана. Любопытно, что саму ее все эти скандалы ничему не учили. Сейчас, будучи опытным в семейной жизни человеком, я пытаюсь понять, почему она не могла вовремя соткнуться, промолчать, уйти в другую комнату. Отец обычно быстро отходил от гнева. Может быть, ее натуре недоставало какого-то излучения энергии, витамина бури? Может, ее душа постоянно жаждала спектакля? Подступал момент, завязывалась ссора, вулкан начинал клубиться, отец закипал. Мать перла на пролом, кажется, она втайне ликовала. Мы с сестрой шмыгали в свою комнатку, если успевали. Или просто вжимали головы в плечи. И очередной чайник летел в стену, разбрызгивая заварку, осколки, ярость, доведенного до ручки отца. Думаю, разбивая чайник о стену, он спасался от приступов ярости, так их гасил. Понятия не имею, как эти двое существовали в закрытой от нас супружеской жизни. Но знаю, что отец до конца обожал и страшно ревновал мать. Она же всегда жила своей автономной, деятельной и наполненной жизнью. Впрочем, и она по-своему спасалась от характера отца, частенько просто уматывая из дому, отгораживаясь от него какими-то потенкинскими деревнями. Тем более, что, будучи преподавателем русской истории, знала много замечательных баек из эпохи русских царей и рассказывала их в самой непринужденной полуинтимной манере, словно сплетни передавала. В детстве я считала, что Петр Великий, Екатерина, Потемкин, Павел Первый чуть ли не члены нашего семейного клана, но что-то вроде дальних родственников. Уж больно скабрезны, а иногда и страшные истории, мама рассказывала о них. Точно так, как рассказывала истории о безобразиях каких-то полузабытых семейных паскудников. Ее педагогическая широта и снисходительность не знала границ. «Натянула Саше Примакову годовую четверку», – говорила она. «Он весь год бездельничал и ни черта не знает. Но их бросил отец, и я решила подбодрить мальчика. Или Кири Аганесян выставила пятерку. Она и на тройку не наработала, бедная. Но мама ее доживает считанные недели. Когда там зубрить капитал?» Ученики ее обожали тоже. Сейчас эти уже пожилые люди разбросаны по разным странам и континентам. В конце прошлого века предприимчивые и непотопляемые господа ташкенцы в большинстве своем хлынули по разным эмиграциям. И сейчас, выступая в каком-нибудь Ганновере или Сан-Франциско, в Амстердаме или Питере, я слышу порой от человека, подошедшего подписать книгу, «А как там, Рита Александровна?» «Жива?» «Жива, жива», — говорю я. «Поклон передавайте». Невозможно ее уроки забыть. Это был театр. Когда она рассказывала про убийство Павла Первого, она воздевала руки и, расширив глаза, промотала, он услышал шаги на лестнице и все понял. Скочил с кровати, бросился к камину, спрятался в нем. Но его босые ноги... Голос ее поднимался, в глазах мерцал ужас. Его босые ноги, не поместившись в камине, торчали из-за распестовой экрана. И в этот роковой момент бледный свет луны озарил. Мэфер скалькивает со своих мест, смотрели туда, куда она указывала рукой, в пустой угол комнаты. Словно могли там узреть босые ноги императора. Нет, вы не можете представить, что это было. Ну, почему же не могу? Думаю я, кивая и кротко улыбаясь. Ведь я в этом выросла. Я и сама так умею. Я и сама унаследовала по материнской линии талику цыганской тяги. Рвануть, куда глаза глядят. У матери с ее учительским отпуском в сорок пять дней эта цыганская страсть ежегодно получала широкий размах и волю. Мама преподавала в вечерней школе рабочей молодежи при Октябрьской железной дороге. И потому имела право на бесплатный железнодорожный билет плюс еще билет на одного иждивенца, то есть на меня. Другим иждивенцем была моя младшая сестра Верчика, которой покупался половинный билет. При таких шикарных дивидендах мама готова была в любую минуту сорваться и нестись куда-нибудь, куда угодно, желательно подальше. Отец всегда оставался дома, он зарабатывал, клепал портреты членов правительства, не выходя из квартиры и в полном одиночестве отдыхал от семьи. Черный дым наших странствий. Мать была неутомима. Трижды за мое детство и отрочество летом мы отправлялись на поезде к черту на куличке Сибири. Там, в маленьком закрытом городе Ангарске, жил мамин двоюродный брат, майор в отставке. Величие Байкала и Ангары, курчавые сопки, покрытые густой хвоей, все это впервые я увидела в детстве. Так что красоты Швейцарии сорок лет спустя не произвели на меня ни малейшего впечатления. Нет такой красоты, какую вы не нашли бы на неохватных просторах Советского Союза. Дорога была долгой и утомительной, но в те годы люди были попроще и покрепче нынешнего населения. Ехали мы четверо суток через Семипалатинск, Барнаул. В первый день съедали классическую жареную курицу, затем лупили о столик не менее классические яйца, а после выскакивали на каждой станции купить вареные картошки, арбуз, дыню или початки вареной кукурузы, которая во времена моего детства была упругой, вкусной, зубастой, оплетенной какими-то нежными водорослями. Ее посыпали крупной солью, втирая пальцами в початок, и она пахла морем. За эти дни наши с сестрой физиономии быстро становились черными от паровозного дыма. После Барнаула в окна поезда ломилась хвойными кедровыми ветвями. А еда я до сих пор полна романтикой. Длинных железных дорог, томительных паровозных гудков, кошмарных вагонных туалет. Мать наслаждалась. Это была ее стихия. Помню, однажды ночью она растолкала меня. Поезд стоял на забытом богом полустанке где-то на подъезде к Семипалатинску. В свете единственного тусклого фонаря за пероном проступали очертания глинобитного сарая, над дырявой крышей которого был растянут огромный кумачевый транспарант «Ленин жив». Ей-богу, угрюмая фантазия Кавки отнюдь не являлась откровением для человека, выросшего на просторах моей страны. «Ты только глянь!» восторженным шепотом воскликнула мама. «Что? Где?» промычала я. «Глянь, какая потрясающая лунища!» Тем же ликующим голосом выдохнула она. Я протерла глаза. Над идиотским транспарантом и вправду висела гигантская дымчатая луна с прожилками голубого агата, какой я больше нигде никогда не видала. Сама я, к сожалению, человек иного, чем мама склада. Но в трудные или противные периоды жизни всегда озираюсь. Где-то тут надо всем идиотством должна сиять потрясающая лунища. И знаете что? Присмотревшись, я ее нахожу. В этих длинных дорогах мы непременно приобретали друга-попутчика. Ну а как же? Мы ведь занимали три полки в купе. А на четвертой оказывался кто-то, кто в первые же полчаса растаивал в жаркой ауре маминого доброжелательного дружества и артистизма. И за четверо суток совместного пути становился нашим другом навеки. Так что потом много лет поздравлял нас открытками на Новый год, восьмое марта или День космонавтики. Провожая нас на вокзале, мой ревнивый отец всегда внимательно следил за тем, кто станет четвертым в нашей долгой дороге. Однажды четвертый не появился. Вот уже по громкой связи велели всем провожающим выметаться из вагонов. Уже проводница вышла и встала у дверей со своим флажком, готовая дать отмашку. Уже папа облегченно вздохнул, вытирая платком потный лоб. Последний звонок. В этот момент у дверей вагона возникла странная зыбкая группа. Трое собутыльников практически несли на плечах четвертого. Мы с сестрой и мамой стояли у окна с большим облегчением, отмахивая ладонями полуторамесячный отпуск. Оттяжкой отцовой десницы. Уже мама в сотый раз ему докрекивала, в какой коробке в морозильнике котлеты, в какой макароны по-флотски. Группа возникла в коридоре, волоча чье-то бездыханное тело. Отпрянув, в полной оторопи мы наблюдали, как провожающие втиснулись в наше купе, подняли покойника на верхнюю полку. Башка у того болталась так, как никогда не болтается у живых людей. И сладкой трусцой выбежали под вопли проводницы. Уже отъезжая от перрона, я заметила на лице уплывавшего прочь отца сложное выражение изумления и паники. А Укаш оказался все-таки живым, судя по храпу. Он даже повернулся с одного бока на другой. До завтра проспится, бодро сказала мама, и вот увидите, окажется нормальным, приятным человеком. Забегая вперед, скажу, что как ни странно, так оно и вышло. Однако ночью произошло следующее. Поезд мчал, как обычно бывает ночами, гулко раскачиваясь всем телом, угрожающий кренясь то вправо, то влево. Я, довольно тревожная девочка, почему-то решила, что спящий А Укаш может свалиться. Вот уже и рука его безвольно свешивалась с полки, качаясь в такт бешеной гонки. Я была на чеку, кто знает, что от него ждать. Но в какой-то момент все же задремала, а проснулась от того, что кто-то ласково касался моего лица. Я подпрыгнула и села. В синеватом, фантастическом свете лампочки передо мной тихо струились бумажные деньги. Много двадцатипятирублевых бумажек медленным призрачным листопадом валились откуда-то сверху. Если принять во внимание, то в то время я и так жила в собственном воображении, практически не высовываясь наружу, можно вообразить мое лицо в этом вихре банкнот. Наконец я поднялась, стала собирать купюры в пачку, оторвала половину промасленного от курицы газетного листа, обернула деньги и засунула обратно под матрас беспробудному алкашу. А утром он пробудился и в точности по маминому сценарию оказался милейшим Славой Большаковым студентом-заочником Иркутского университета. Если не путаю. Страшенные деньги он заработал на какой-то янгиюльской стройке, вкалывая по десять часов в день. Вот только явно перебрал в вокзальном буфете, прощаясь с друзьями. И трое суток мы прожили душа в душу. Слава выскакивал на стоянках и приносил все, что мог там купить от соленых огурцов до черной и красной смородины, тегорически отвергая мамины попытки вернуть деньги. И потом уже в Иркутске водил нас на могилы декабристов, где мама устроила для нас, а также для всех, кто оказался поблизости, показательный урок, вернее, просмотр, рассказав, вернее, показав, как казинили пятерых несчастных, как оборвалась веревка и вопреки закону их повесили вновь, как сказал по-французски то ли Пестрю Муравьеву, то ли Чаадаеву, Пестрю, несчастная страна в ней повесить по-человечески не мог. Когда умер отец, а мама безнадежно заболела самой страшной, на мой взгляд, болезнью потерей себя, я разбирала их квартирку в Иерусалиме, администрация хостеля потребовала освободить ее от вещей. Вот тогда я наткнулась на давнюю, давнюю открытку. Дорогая Рита Александровна, поздравьте меня, я защитил диплом. Никогда бы не подумал, что переметнусь из инженерии в историю, но то незабываемое общение с вами, ваша эрудиция и ваша неисчерпаемая энергия и сердечность оказали такое впечатление на похмельную голову бедного попутчика, что это решило его судьбу. Здоровья вам, радости. От всей души желаю, чтобы девочки унаследовали ваш солнечный характер, ваш преданный последователь Вячеслав Большаков. Увы, характеры, как и прочие солнечные причиндалы личности, не раздают в поездах дальнего следа и не передают по своему желанию детям. Спасибо, друзья мои, если вы досидели до конца. В любом случае, спасибо вам, что вы просто хотите слушать писателей и до встречи завтра, где я продолжу чтение вот этой главы. Спасибо, дорогие мои, всего-всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова